Пан Бестермазов. 13 декабря 2018 года, 14 часов 04 минута. Михаил Шахназаров журналист, публицист, писатель, пишу этот материал и думаю, что из моих посвящений Петру Алексеевичу Порошенко вполне можно издать книгу. Также по теме. Синдром навязчивых объявлений, что может стоять за словами Порошенко о войне с Россией и Москва не согласна с заявлением президента Украины Петра Порошенко, который назвал инцидент в Керченском проливе 25 ноября войной. Причем книга получилась бы одновременно и веселой, и грустной, и познавательной. Я уже вижу, как врачи-психиатры в соавторстве с политологами пишут научные труды на тему психические отклонения политических деятелей и влияния недуга на их профессиональную деятельность. Но и без ухода в дебри психоанализа понятно, что власти, придержащие, должны себя контролировать и не доводить до состояний, вызывающих опасения как у граждан своей страны, так и у жителей сопредельных государств. У Петра Алексеевича с этим туго и он вновь заставляет себя цитировать, господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли. Вот с таким пассажем выступил в эфире канала Fox News. Президент Украины. Нет, я все понимаю. Стоит Петру Алексеевичу увидеть перед собой американского журналиста, как он тут же превышает свою значимость для Украины и мира в целом намного выше допустимой нормы. И это интервью не стало исключением. Видимо позабыв о том, что есть слова, отношение к которым должно быть трепетным и бережным, пан Порошенко вошел в раж, и его понесло. А представляете, каково было самим украинцам? В стране объявлено военное положение, а глава государства адресно заявляет президенту России, что это война и акт агрессии. То есть пан Порошенко продолжает верить в мантру про украинский Крым, которую так любят повторять его соратники, сподвижники, хозяева и просто сочувствующие. Про хозяев понятно. Это люди расчетливые, лицемерные, и для них это игра, и игра с очень большими ставками. Си, сочувствующими тоже все предельно ясно, правила хорошего тона, попытка делать сносную мину при плохой игре, задел на будущее. Но вы-то с соратниками, Петр Алексеевич, должны понимать, что акт агрессии имел место именно с вашей стороны и тому есть неопровержимые доказательства, опровергать кое по меньшей мере глупо. Тем более для государственного чиновника такого уровня. Или ваша ставка не сыграла и не сработал циничный сценарий. Вернее их было два. Вариант первый. Ваши корабли спокойно бороздят воды Черного и Азовского морей, российская сторона ограничивается предупреждениями, а на следующий день Петр Алексеевич заявляет о полной победе над врагом и скором возврате не только контроля над территориальными водами, но и Крыма в целом. Слышатся одобрительные речи хозяев и здравится от народа. Вариант номер два. Более кровавый и абсолютно непредсказуемый. Украинская армада пересекает границу Российской Федерации, не реагирует на предупреждения российских пограничников и уничтожается шквальным огнем. Господин Порошенко экстренно созывает генералитет, повышает кровяное давление и просит страны блока НАТО незамедлительно вмешаться в обострившуюся ситуацию и направить на агрессора всю свою военную мощь. Одно можно сказать точно, никто бы свою мощь никуда направлять не спешил. Безусловно, третий вариант, свершившийся благодаря профессионализму наших военных моряков, господин Порошенко тоже рассматривал, но надеялся на более ощутимую поддержку со стороны стран Запада. Нет, осудили нас конечно, а литовцы даже деньгами Украине помогли, если 30 тысяч евро можно назвать деньгами для мира большой политики, но Петр Алексеевич явно ждал большего. И теперь, пребывая в растерянности, пан Порошенко как бы дает сигналы своим наставникам. Дескать, вы прекратите думать так же как Россия и считать военное положение хитрым трюком. Я же на полном серьезе все. Я не шучу. А то, что с географией и ощущением чувства реальности у меня слабовато. Так при таких раскладах кто на это внимание обращает? Но ведь это все далеко не смешно, а печально, если не сказать больше. Абсолютно распоясавшийся президент Украины, находящийся под покровительством Соединенных Штатов, позволяет себе высказывания и выходки, которые вполне могут привести не к кризису, а к широкомасштабным военным действиям. И горе, если покровители Петра Порошенко не укажут ему на это. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.